Деятельность комиссии по реабилитации жертв репрессий в регионе направлена на научно-исследовательскую работу. На совещании проанализированы результаты проделанной работы и озвучены предложения. В области около 8 тысяч человек подверглись политическим репрессиям. Совместно с госорганами ведётся работа по реабилитации жертв. Новая экономическая политика после гражданской войны. После гражданской войны, когда люди пришли в сознание и начали вставать на ноги, отели в скот, их обвинили в том, что они богатые феодальные кулаки. Это преднамеренное обвинение. В этом есть большая политическая подоплёка. Также во встрече приняли участие потомки переселенцев, представители различных этносов. Казахи встретились сочувствием и не укланились от помощи в трудной ситуации. Слово «атажурт» – это слово предков казахского народа. Означает привязку к территории. В начале 2000 года мы с семьей переехали в Казахстан. Всю свою жизнь я посвятил сфере культуры. По словам ученых, нет ни одного достоверного источника и книги о политической жизни соотечественников. Также отмечено, что историческую трагедию все чаще пропагандируют современные молодежи. В целом, массовые политические репрессии – одна из самых печальных страниц в истории страны. На территории Казахстана находились самые крупные лагеря – Алжир, Степлак, Карвак. Республика в середине XX века фактически превратилась в одну большую тюрьму. За годы репрессии в лагеря сослано более 5 миллионов человек. По некоторым данным, общее число заключенных значительно превышает эту цифру. Есть и те, кто приговаривали к смертной казни, не разобравшись. Родные носили поручащий статус враги народа. Мафруза Ахмед Калыма родилась в 1937 году в Омской области. В тот же год ее отца приговорили к расстрелу. Тогда ему было 33 года. В обвинении указано, что Абдрахман Каракулов проводил агитационную работу против советской власти, разлагал трудовую дисциплину и вел подрывную работу в колхозе. По словам дочери, отец хотел создать единый колхоз и избавить сельчан от голода. «Когда их всех вели на расстрел, отец передал нас со старшей сестрой своему младшему брату на воспитание. Он создал колхозы, он говорил, что можно объединить 28 домов и будет единый колхоз. Для этого даже из Казахстана 4-5 семей переехали к нам. Сейчас до сих пор они живут в ауле». Мафруза носила статус дочь врага народа. И только в 2013 году ее реабилитировали. Место пригребения отца тоже пытались найти, но безуспешно. По словам дочери, он похоронен в братской могиле вместе со всеми казненными. Их было тогда около 20 человек, только с одной деревни. Всего в Казахстане репрессировано более 103 тысяч человек и расстреляно свыше 25 тысяч. Ко всему прочему, принудительно были переселены и раскулачены из России десятки тысяч людей. «Этот мрачный период охватил все население. Этот период был в первую очередь тяжелым для сельского населения. В начале 20 века в селе проживало 95% казахского населения. Репрессии привели к голоду. Сейчас мы занимаемся изучением личных дел граждан, осужденные по незначительным обвинениям и приговорены к расстрелу». Сегодня недостаточно просто утверждений или слов соседа, чтобы тебя признали виновным. Необходимы весомые доказательства вины. Казахстан – правовое государство и к этому обязывает, в том числе уроки прошлого. И не случайно одним из первых законов, принятых в суверенном Казахстане, стал закон от 13 апреля 1993 года о реабилитации массовых политических репрессий. На сегодня реабилитировано более 250 тысяч граждан. Редактор субтитров А.Семкин